Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я начну рассказывать о том, как правильно формировать пучковые огурцы. Пучковые завязи у огурцов, а теперь еще и супер пучковые завязи, появились не так давно. И не все люди даже обращают внимание на то, что они требуют специальной формировки. Их нельзя просто так пустить, расти на самотек и в результате получить до 400 огурчиков с одного растения. Конечно же это гибриды и конечно же они требуют помимо особого ухода, подкормок, поливов, еще и формирования. Прежде я уже пробовала выращивать пучковые огурцы и у меня уже есть видео, где я рассказываю то, как их нужно формировать. Но в этом году я решила повторить еще раз эту науку, повторение мать учения. И я буду поэтапно показывать формирование этих огурцов. И мы поэтапно будем наблюдать, как эти самые пучки, завязи в виде пучков будут развиваться. И какой большой урожай мы в конечном итоге сможем получить. Итак, мы видим, производители гибридов пучковых огурцов предлагают нам такую схему формировки, которую мы и опробуем вот на этих вот моих растениях, на трех сортах. Итак, нулевая зона это первые четыре листа настоящих снизу от основания растения, где мы должны удалить абсолютно все и боковые побеги и завязи. Все-все-все подчистую в нулевой зоне мы удаляем. Это легко запомнить. Нулевая зона, ноль должен быть. Первая зона в трех-четырех узлах выщипываются полностью зачатки боковых побегов и оставляются завязи. Первая зона, так же, чтобы у нас было легко запомнить, четыре листа возьмем и удалим все боковые побеги, оставляя завязи. Вот здесь вот хорошо видно, у меня идет первый боковой побег, мы его удаляем. Можно использовать ножницы, а завязь оставляем. Следующий лист, следующий боковой побег мы удаляем, завязь оставляем. Третий огурчик мы оставляем, а боковой побег полностью удаляем. И последний, четвертый боковой побег мы удаляем, огурчик оставляем. Пока что видно, что никаких пучков не наблюдается везде, только по одному огурчику. Ну, так оно и должно быть. И у нас уже начинает расти дальше. Следующая, вторая зона. В этой второй зоне мы должны оставить боковые побеги, но удалить точку роста после первого листа. И все завязи мы оставляем в этой зоне. Вот она идет у меня уже следующая. Вторая зона, в которой мы видим боковой побег. Вот он, боковой побег, огурчик. И первый лист настоящего бокового побега. И дальше он растет у нас. Вот здесь в пазухе есть огурчик. Вот его нужно оставить. А вот это вот все, что дальше на стебельке, это нужно удалить. Сделать вот так. И так же мы делаем это на четырех листочках. Раз, два. Здесь мы все это удаляем. Ну, можно подождать, конечно, когда побольше подрастет. Растет три. Здесь три. И четыре. Я попозже немножко удалю, потому что здесь уже я не смогу отщипнуть точку роста у этого бокового побега. Итак, сегодня мы прошли нулевую зону, первую зону. И почти закончили полностью вторую зону на этой третьей огурца. И в следующем видео я покажу, как формировать третью и четвертую зону на этой самой плете. Пока что огурцы не доросли у меня до этого уровня. Но чтобы не ждать, когда они достигнут этого нового уровня, показать моим зрителям, как правильно формировать пучковую зависть именно сейчас, потому что им нужно это делать именно сейчас, я выкладываю вот эту первую часть видео. Ну и продолжаем вести наблюдение, смотреть, что же будет дальше. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться на канал Аленин сад. Здесь уже очень много всего интересного про сад и огород. Всего вам доброго и огромного урожая огурцов в этом году.